Сегодня я хочу рассказать вам про немножко Wi-Fi, то есть проводные сети. Сначала чуть-чуть теории, самые-самые основы. Дальше в Нахабре несколько хороших статей было, именно по идентификации. Может быть, чуть-чуть расскажу вам. Ну, про словом сильно не буду рассказать, а я, типа, как это называется? «Исследование уязвимостей беспроводных сетей». Да, это так. Да, да, да. Я не буду вас учить, наверное, отмечать. Просто примеры разные. А? То есть, пока что, да, если какие-то модели они подойдут? Да, просто там примерчики посмотрим. Относится, что? Ну, значит, ну, Ethernet-сети и Wi-Fi-сети, на самом деле, по принципу, свои работы очень сильно похожи, по логике. Только единственное, чем у нас отличается, у нас отличается передача данных и методом передачи сигнала. Да, что связать передача данных у нас в изогнах сетях либо метные провода, либо оптические, да? Либо оптические, да? Соответственно, Wi-Fi передается у нас по воздуху, да, связать передачи данных. И уже методами сигнала, да, потому что оптических у нас передается с помощью световых, да, вон, там, методов там, электрические волны. Здесь, ну, тоже электрические волны, только уже по воздуху, да. Вот. Здесь на картинке у нас нарисована небольшая сеть, сеть магазина, как там было написано в книжке. Соответственно, что у нас здесь есть? У нас здесь локальная сеть, да, там, да, reply etc, кэш-регистер, ну, это эти, ну, какой-то пользовательский PC, да, там, касса какая-то, да, свитч 1, роутер с выходом наружу, да, он будет. Вот. Второй свитч, и к второму свитчу у нас подключена точка доступа. Вот. Wi-Fi сети у нас, ну, Wi-Fi устройства же, да, они не обязательно должны быть так, домашние, да, устройства. Когда мы покупаем маршрутизаторы, да, и там все в одном, да, вот эти вот, ну, дешевые сети, там, 700 рублей, да, и там и маршрутизаторы, и коммундаторы, и Wi-Fi точка доступа, да. На самом деле в больших сетях все это разделяется, да, мы точку доступа имеем отдельно от коммундатора. Вот. Это удобно, потому что мы можем, ну, во-первых, точка доступа на поле становится, если, ну, как, а? Да, ну, масштабирование как-то, да, и плюс управление точками доступа, потому что точки доступа можем, например, не просто там, они могут быть, ну, там, не глупые, да, а соединяться с контроллером, и контроллер уже ими управляет, да. Да, вон там контроллер может управлять частотами сетей, ну, в смысле, каналами, да, работы точкой доступа, может, с силой, что? Да, это называется ровно, но это не обязательно, это можно даже без контроллера реализовать, да. Я забыл включить свою запись. Сейчас. Да, да, на самом этапе я снимаю, да. Так. Дальше. По принципу работы, да, еще дополнительное отличие между Wi-Fi сетями, да, и эзерно-сетями, что зачастую у нас эзернет-сети, благодаря тому, что у нас один клиент подключен в один порт коммутатора, да, он может работать в фулл-дуплексном режиме, да, одновременно принимать и не давать, соответственно, скорость увеличивается. А так как у нас Wi-Fi, ну, Wi-Fi клиенты, которые дают по водам, соответственно, да, что все время будет, да, полу-дуплексный режим работать. Потому что, ну, вот Wi-Fi это вообще такая технология, которая очень сильно подвержена коллизиям, очень сильно подвержена, да, каким-то внешним влиянием, да, и, ну, по-настоящему, как бы, нельзя сказать, что, ну, по крайней мере, я придерживаю такой логики, что, ну, такого мнения, что, как бы, нельзя считать Wi-Fi, Wi-Fi, как бы, это сети, ну, Enterprise, как бы, да, вот, если вы хотите, прям, стабильно, чтобы у вас все хорошо работало, вот, берите провод, у вас будет все зашипеть, как бы, да, если Wi-Fi есть, это хорошо, да, но, как бы, говорит о том, что он, там, супернадежный, там, да, и будет в любых условиях работать, это, да. У него на Wi-Fi действует даже в микроволновке, да, в микроволновой печи работают на частоте 2,4 гигабетта, да, также у нас и которые G-сети, соответственно, выключаете микроволновку, да, и у вас и связи нет, ну, если вы, соответственно, подписываете на поле Питера. Да, 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 или где-нибудь, если микроволновка на спал, да, там, между вами, там, вы точкой доступа, вы даже можете об этом не знать, так вот, включаю, и пипец, все, пропадает вся сеть, да. Так, значит, еще одно отличие по коллизиям, да, у нас в Ethernet технологиях коллизии у нас существует технология обнаружения коллизии, так называемой CSMI CD, да, collision detection, да. А если ты находишься между, ну, в смысле, микроволновкой, между тобой, точкой доступа. А микроволновка, ну, она, да, и она... Ну, что, иди оттуда, если микроволновка, а может, дай память, пока не просутились. Ну, плюс, помните, там, миссия для отражения. Да, 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 ну, да, это вот именно... Поэтому даже если держит микроволновка, то не особо сражается. Так, про технологии коллизии, да. В Ethernet-сетях он от CSMI CD, это, как он, career sense multiple access wish collision detection, да. Ну, детектинг коллизии. В Wi-Fi-сетях у нас CSMI CA, collision avoidance, предотвращение коллизии. Ну, как бы, попытаемся не просто их, ну, детектить, да, что случилось коллизии, мы пытаемся как-то что-то с ними сделать, чтобы у нас предотвратить коллизии. Вот. Конечно, это все равно не особо помогает. Ну, ну, в общем, есть такой, CSMI CA. Так, дальше, дальше, стандарты VLAN. Ну, Wi-Fi LAN, да, Wireless Live, как он называется. У нас есть несколько стандартных беспроводных сетей. Ну, также, как стандарт, как Ethernet, да, у нас Ethernet, что 802.3, да. Потом уже идет дальше 802.3A, там, 3B, ну, только по двух минутах, да, затеряется. Так же и с Wi-Fi LAN. У нас есть, да, 802.11, ну, как, как называется, с чего все начиналось, да, вообще без буквы там. Дальше A, B, G, сейчас N, и уже ACP, да. Вот ACP, последний стандарт. Вот. Значит, 702.11N принят 1 сентября 2009 года, теоретически до 600 мегабит в секунду. 802 ACP в январе 2014 года, ну, буквально только-только, да, принят стандарт, но до гигабита нам позволяет передавать. Вот. Значит, кто это все принимает? У нас есть несколько организаций, которые ответственны за Wi-Fi, да. Это, ну, стандартный, институт стандартизации и сертификации, да. А, институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике, да. И EEE, да, и EEE, который, куда же без него. Есть, так называемый, сектор радиосвязи Международного союза электросвязи, ИТУ-Р. Это международная организация по стандартизации радиоэлектронных средств связи. Есть Wi-Fi Alliance. Вы наверняка видели такой значёчек, вот, ну, как я в группе прикладывал, там, да, вот Wi-Fi. И вот у нас на устройство вот именно такой значёк везде клеится, да, что это значит, что вот эти устройства, они сертифицированы Wi-Fi Alliance, и, на самом деле, вот эта организация занимается сертификацией устройств. И значит, что ваше устройство будет работать, как бы, с большинством остальных устройств. Да, будет взаимодействовать. И ещё есть такая штука, называется Федеральная комиссия связи с США, ФЦСР. Ну, она чисто по США, вот, да. Ну, и в каждой стране такие есть, да, комиссии последовательно. Вот. Соответственно, из всех перечисленных у нас стандартизацией фактически занимается только вот институты ИТРИПЛЕ. Соответственно, первая вообще спецификация беспроводной сети у нас появилась, в 97-м году, это вот 802.11. Вот они, ну, просто без букв. Вот. Ну, то есть он был вообще совершенно недолго использовался, да, и сразу был вытеснен 802b стандартом. Потом 800a, ну, в смысле, 802.11b, да, потом 802.11a, потом 802.11g. Вот. В книжке написано, что стандарт 802.11n еще не принят на момент издания книги. Ну, они уже про него рассказывают, молодцы, да, это что. Вообще вот с Wi-Fi мы с такими технологиями же. Вот сейчас АЦ технология, да, то что цисковские, да, устройства, они уже выпустили. Стандарт только что появился, да, в начале года. Но такая фишка, что какие-то черновые допросы стандарта мы еще заранее можем сдать. Соответственно, цисковские, ну, производители циска и другие производители пытаются, как бы, заранее, да, готовиться к тому, что стандарт будет принят, и выпускают, ну, максимально быстро, чтобы выпустить устройство на рынок, да, уже с новым стандартом. Так же и здесь. Ну, и что стандарта с шифровком не принят, ну, про него уже, мы не знаем, у основной спецификации, соответственно, уже можно про него что-то рассказывать про этот стандарт. Режимы работы сети стандарта 802.11n. Соответственно, у нас с проводной сети может использоваться два режима работы вообще устройств. У нас режим, так называемый, adhoc сети. Вот. Одноранговая схема, да, adhoc. И режим инструктуры. Чем отличается? Сеть adhoc – это сеть, в которой два клиента, ну, два устройства между собой. Они связались, и они просто между собой общаются. Соответственно, режим инструктуры. Ну, как здесь, да, у нас показано там. PC1, PC2 подключены к точке доступа AP1. Это вот режим инструктуры. Что они общаются, они между собой общаются только через точку доступа. Через точку доступа, да? Это режим, это называется режим инструктуры, если не через точку доступа, да. Напрямую в таком режиме они могут пересылать данные только через точку доступа. Они не могут вот взять, и PC1, PC2, он не может на прямую передать. Надо специально другой режим работы переводить. Если мы хотим, чтобы он на прямую. Так. Соответственно, инфраструктурный режим, да? У нас еще есть так называемые два режима работы. Которые называют наборами служб. Или Service Sets. Первые называем базовые службы. Это Basic Service Sets, BSS, да? А также есть Extender Service Sets, ESS. Да, вот про что там Алексей говорил. Отличаются в основном тем, что Basic это используется, когда у нас одна точка доступа, да? Ну вот она одна, у меня там Basic. Просто все клиенты к ней коннектируются, все там, ничего особенного, да? А Extender Service Sets мы используем, когда хотим уже получать ровно. Да, когда у нас несколько точек доступа, они по ней между собой перекрываются. И клиенты, ходя просто по зданию, да? Который покрывается этими несколькими точками доступа, они получают так называемый ровно. Они просто между точками доступа перескакивают. Бесшомно. Да, они не меняют IP-шник, ничего. И для клиента, ну если это как бы все хорошо настроено, как бы, да? Клиенту это, по-моему, ничего не замечает, да? Он просто ходит потом и все. Это на точке доступа включается, да. Соответственно, мы можем также... Точки доступа у нас могут быть просто как отдельные, да? Просто точка доступа и все. Либо точки доступа, которые через контроллер. Да, это уже зависит от конкретной точки доступа, да? Либо у нас логика именно больше точки доступа собрана, либо точки доступа становится более глупыми, да, и уже за счет контроллера управляются. Но контроллером удобно пользоваться, когда у нас уже довольно много точек доступа появляется, потому что, ну сами понимаете, чтобы нам не ходить, там на каждую точку доступа руками гулять, да? Мы зашли на контроллер, додали какие-то основные параметры, и все эти точки доступа нам стали соответствовать этих параметрах. Очень удобно. Дальше идем чуть про физику. Передача на первом уровне у нас осуществляется за счет излучения радиосигнала, так называемые радиоволны. Ну так же, как у нас ток в медном проводе и свет в оптическом волокне, радиоволны в беспроводных сетях представляют собой сигнал, повторяющийся с определенной частотой. Ну, как на рисунке, да, там какая-то частота у нас есть. Соответственно, ну, сигнал проектируется с частотой. Сколько раз в течение секунды повторится сигнал, да? Ну, эти уголны, вот повторение, да, частот мы считаем. А амплитудой — это высотой волны, ну, насколько размашистый будет сигнал, соответственно, это уже указывает нам мощность сигнала, да, гейфазой, то есть начальной точкой на кривой. Вот. Конечно, для беспроводных сетей самый важный параметром является частота, которая измеряется в герцах. Соответственно, все беспроводные устройства у нас могут на разной частоте работать. И частоты довольно жестко регулируются. Да, у нас есть сколько-то диапазонов частот. Ну, определенная частота выделяется, да? Ну, не там, на 100,5 FM, там, да, Европу пусть мы знаем. На самом деле ей выделяется не просто какая-то частота, а ей выделяется, как-то, ну, диапазон частот. Потому что она не на одной частоте, а какой-то у нее все равно диапазон, да, на который вот она должна вещать. Соответственно, ну, вот здесь, как в примере, в книжке у нас, например, базовая частота… Эти датчики используются частоты, например, от 100,4 до 100,6. Как бы, да, 0,2 МГц – это для… Эти 200 кГц у нас используются для радиоиздачи. Да, и ему хватает, да. В том, что у нас есть вот такие на полосах, но, в том числе, когда вы сидите на полосах, пристанции двигающих, все это по основной, они слились по почвам. Ну, просто такая… Такое устройство есть в… Ну, да, как канал находится на 4,5,5,5 миллиметра. По факту, сам канал занимает 8 миллиметров. Да. То есть, отдельный звук, отдельный и все остальное, а вот вы несущее… Поддержишься, да, там, где он попадал. Надо его больше будет. Соответственно, у нас есть… Нет, чуть-чуть… Так, это про лицензированные. У нас есть нелицензированные диапазоны, которые, ну, по крайней мере, в США, вот, как имеется этот… ФЦЦ, да? Ну, и во многих странах, они тоже приняты… Эти же диапазоны нелицензируют. Например, ну, базовая частота 0,9 ГГц – это промышленный, научный и медицинский диапазон. Это, например, старые беспроводные телефоны, у нас на такой частоте работают. 2,4 – это называется AISM – это новые беспроводные телефоны и сети стандарта 802.11, B, G и просто 802.11. И 5 ГГц – это нелицензируемая национальная информационная инфраструктура, называется. Это новые беспроводные телефоны и Wi-Fi стандарта 802.11, A и 802.11, A и 802.11, A, C. Ну, новый, он тоже… А? Да. Да. Да, он может и на 2,4 или на 5,0. Ну, как бы так. Так, а, кодирование, да, в сетях и не перекрывающиеся, да, вот каналы. Значит, про кодирование сильно не будем говорить, просто это, ну, в физическом уровне, то все-таки немножко не… Мы сильно не будем углубляться. А? Неведомая хуйня, местами хорошо. Да, да, да. Ну, тут кодирование, знаете, это, типа, выходит за рамки нашей книжки, да. Значит, у нас есть что? У нас есть… Ну так, чуть-чуть поговорим, да, у нас есть несколько методов кодирования, да. Первый метод кодирования – это метод смены рабочей частоты с расширением спектра. Это так называемый FHS. Использует все частоты диапазона за счет того, что перескакивает на другую базовую частоту передачи. Вот. Ну, это нам… Ну как, это круто, потому что некоторые устройства, ну, как бы, он перескакивает с различной частотой, да, соответственно, разные устройства, которые с частотой перескакивают, да, и, как бы, за счет этого мы стараемся минимизировать, да, перекрытие диапазонов, чтобы частоты не перекрывались. Ну, это… Так, на пальцах. Так же у нас есть метод расширения спектра сигнала прямой последовательностью, так называемый DSSS. Ну, это второй, в общем, механизм кодирования сигнала в проводных сетях. Вот. Ну, он как раз был разработан специально для диапазона 24 ГГц. Вот, соответственно, у нас есть… Ну, при применении этого метода, да, у нас появляется 11 пересекающихся DSSS каналов, так называемые, да. Вот, как здесь у нас указано. И по факту мы имеем для 2,4 ГГц сети всего лишь 3 канала, которые не пересекаются. Ну, то есть они пересекаются, но там совсем немного, да, по идее, там… Неправильно картинку чуть-чуть. Вот. Ну, как бы, первый, шестой и одиннадцатый, они там пересекаются, только там чуть-чуть совсем внизу, да. Вот, соответственно, пересекаются. А? А, ну да. Ну, это как-то не… Ну, это, да, не лицензируемый метод, как бы, да, поэтому… Ну, мы можем… ну, да, это региона зависит. И обычно в этих, ну, как бы, отключить тринадцатый канал. И еще не факт, что ты можешь получить, если на тринадцатом канале начнем что-то вещать, а там ты можешь отвести проблему к себе. Ну, просто из-за того, что устройства там какие-то могут, какие-то не могут, да. То же самое там с этими… в каких-то странах, кстати, здесь где-то у меня была табличка, что в каких-то странах… ну, дополнительный канал не только тринадцатый канал, там, да? В Японии еще есть каналы, там еще где-то какие-то каналы есть дополнительные. Так, ну, очень, ну, такая важная… важное свойство каналов, да, не перекрывающихся, в том-то, что, если мы разрабатываем… мы разрабатываем структуру беспроводной сети с набором служб ESSS, да, Extended Service, да, мы хотим их сделать ровным. Соответственно, у нас эти пересекающиеся точки, да, ну, точки доступа, которые имеют пересекающиеся, да, перекрытие между собой, они должны работать на разных каналах, которые не пересекаются между собой. Соответственно, у нас может быть вот такого, да, вида, получается картинка, что… PC1, может быть, соответственно, и PC2, они сразу в зоне двух точек доступа, да, P1 и P2, но за счет того, что P1 на первом канале, а P2 на шестом, PC1 и PC2, они друг другу не мешают. Об этом тоже надо не забывать, и если вы делаете такой вот с ровным сейсом. А, да, емкость сети, да, у нас есть, так называемая, емкость сети, в том-то, что вот, например, для 802A11B, у нас в каждой ячейке максимальная скорость передачи данных может быть 11 мегабит в секунду, да, но при использовании не перекрывающихся каналов, каждая BSS-зона, ну, это вот зона, именно вот там, где вот канал шестойный придет в круг, это вот BSS-зона считается, да, каждая BSS-зона может работать со скоростью 11 мегабит в секунду, следовательно, если у нас три таких зоны, да, то общая пропускаеспособность сети будет уже 33 мегабит в секунду. Это называется общая или коммуникативная пропускаеспособность беспроводной инфраструктуры. И третий, самый распространенный метод кодирования беспроводных сетях, это мультиплексирование с ортогональным частотным разделением сигналов. Это ордм. Соответственно, аналогично дссс, да, ордм также у нас используют множество неперекрывающихся каналов, и, значит, ордм у нас используется на 802.11a и на 802.11g. дссс, вот про что мы говорили, это 802.11b, и фсс — это 802.11g. Соответственно, 802.11n используется метод ордм тоже, да, на почти последней стандарте, но с несколькими антеннами. Поэтому этот метод зачастую называют методом со многими входами и многими выходами. не мог. Да, ну, многие, наверное, совершают эту аппликатуру и мультиплоу input, и мультиплоу output. Ну, мы можем там скорость увеличить, но не правда не подать. Да, да. Конечно. интерференция в основном поговорили да что именно физические преграды да там какие-то перекрытия сетей там даже если просто несущие стены которых это вот решетка арматура да там решетчатая даже как-то клетка фарадея да появляется фарадея и все и очень сильно глушит сигнал даже сейчас обещали но пока еще не выпустили насколько я не смог найти эти обои которые глушат вайфай на самом деле мне кажется глушат вайфай да нормально от соседей отгородился по внешним стенам зашибись вообще тоже хорошая тема зоны покрытия скорость и емкость да да это не причем вообще зона покрытия это область в пространстве которые два дела на устройство могут успешно обмениваться данными каждую зону покрытия создает карты конкретная точка доступа и зона покрытия зависит от множества факторов соответственно от мощности передатчика зависит но при этом мощность передатчика у нас также ограничиваются у нас есть может передачика лицензируется да потому что это все-таки открытый стандарт открытая сеть 802 1g соответственно максимально друг другу не мешает да у нас вообще вайфай домашний предназначен для работы внутри помещений сейчас вроде как приняли закон о том что там мы можем сделать вайфай мосты с определенной мощностью на определенные расстояния нет нет сейчас сейчас же приняли по моему прошлом году что ты можешь даже далеко ну там не превышать максимальной мощности сколько-то не помнишь ну мало ли кто-то помнит нет и реально есть что можно сейчас даже просто без всякой регистрации да и просто физическим улицам мы можем строить вайфай мосты довольно далеко там да главное не превышать какой-то определенный порог мощности ну там не помню тоже много да честно не помню не буду брать когда мы там на хабре уже стали статипы газа так как чуваки там строить вайфай мосты там нормально на 5 километрах больше можно построить да просто то что за счет направленной оттенны мы обычно их на или квите в общем все ведут да не особо я бы не сказал по 5 рублей ну две точки доступа купить в принципе соответственно по зонам покрытия и скоростях дело в том то что у нас не просто происходит уменьшение скорости не оттого что мы дальше отходим а от того что устройство как бы и клиентское устройство и точка доступа они договариваются о скорости как бы это не просто не за счет там каких-то физических там штук да за счет того что устройство понимает да что типа я вот сейчас должно работать медленно как бы да и точка доступа понимает что устройство как бы находится далеко соответственно он будет работать медленно у отциска выпустил устройство вайфайные 802.11ac да там 2700 там какая-то серия у них есть технология не помню точно как называется да но которая позволяет сбрасывать клиентские устройства которые находятся на границе точке доступа соответственно потому что это устройство которое замедляет работу сети и соответственно его можно сбросить и оно либо подконекция к точке доступа как какой-то хорошим сигналом да который может быть где-то ближе вот либо вообще не придерживаться но 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 во первых нет мы можем как бы этот есть такое понятие как диаграмма направленности мы Sabra но на диаграмм направленности нас влияют стены awhile перекрытие и диаграмма направленность мы можем делать направленной когда байкань у сделана взять ayr сейчас даймить увеличивать разрешить получается сможем и плюса Сейчас есть тоже в новых точках технологии 802.11. АПС будет обязательной, 802.11.m. Она опциональная, это так называемый информинг. Информинг, когда точка доступа сама подстраивается под клиентами. Она понимает, где у него находится клиент, и она диаграмму направленности формирует сама. За счет того, что у нее местный контент, она может управлять. Диаграмму направленности, она может ей не круговую давать, а энергетическую вытягивать в сторону клиента, чтобы кровь была лучше. А вот эту логику работы я не скажу. Да, я тоже об этом думал. Именно логику работы в этой технологии надо прочитать. Получается, что 802.11.m. Несколько всего лишь гир, по-моему, используют такую технологию. И еще там, ну, Cisco наверняка. Вот. N. Нет, в AC, информинг-технология, это обязательно будет. Она уже включена. А для N это опциональная. Поэтому какие-то устройства ее используют, какие-то не используют. Ну, соответственно, максимальный прирост, когда это будет, если у нас один клиент, и несколько, которые пучкуются в одной точке, и, соответственно, до них это, ну, понятно, логически, да? Так. Соответственно, про антенны, да, что за счет самих антенн мы можем в диаграммной направленности управлять, да, там, смотря какие антенны у нас будут. И, соответственно, у нас есть антенны, как-то, которые нам увеличивают сигнал. Ну, там, типа, мы покупаем роутер, у него подпишутся, там, антенна, там, что-то 5dbm, да, там, децепил, да, или, там, 8, там, или еще что-то. Потом можем докупить, там, такую небольшую антенну. Вот. Соответственно, у нас зависимость нелинейная, да? Чтобы увеличить зону покрытия, например, в два раза, антенна должна увеличивать сигнал в четыре раза. Соответственно, да, что, если мы сигнал увеличим в два раза, то у нас зона покрытия тоже в два раза не увеличивается. Ну, нелинейная получается зависимость. На самом деле, это даже в формулах какая есть, но здесь нет, поэтому я так не помню. Ну, это тоже много не увеличишь, там же при эллик второго устройства просто не дает, так далее. Ну, получается, да. Ну, там же дальше, если мы хотим увеличить скорость, ну, в смысле, дальность Wi-Fi, мы уже можем действовать несколькими способами, да? Мы не обязательно должны именно в эти точки доступа увеличить там антенну, да? Мы можем поставить репитеры. Вот так же, да. Ну, давай просто будем расширять нашу сеть за счет этого. Соответственно, да, очень тоже такое хорошее замечание, что 802.11n, он хоть и работает быстрее, да, и когда особенно на 5 ГГц он работает быстрее, это бесспорно, да, но у нас есть... Мы из этого устройства должны платить тем, что на частоте 5 ГГц у нас семинар проходит хуже, да, что через, ну, какие-то препятствия, чем на частоте 2.1, на частоте 2.4. Соответственно, ну, тут тоже надо все это смотреть и считать, потому что расчет покрытия какое-то здание там, да, Wi-Fi сетью, это совершенно не реальная задача, от многого чего зависит. И не только от соседей, да, от несущей стены, там вообще все принимается во внимание. Так. Соответственно, еще есть такой фактор, который влияет на качество работы беспроводной сети, это количество не перекрывающихся каналов, да, тоже такая довольно интересная штука. Например, для сети стандарта 8211G, да, у нас скорость передачи может составлять 54 Мбит в секунду. Соответственно, в отдельных ситуациях мы можем поставить 3 устройства ряда, потому что мы помним, у нас 3 пересекающихся канала, да, соответственно, мы 54 умножаем на 3, у нас получаем общую пропускную способность 162 Мбит в секунду в одной и даже сети, да. Но при этом тогда, если мы используем беспроводную сеть стандарта 8211A уже, да, которые данные могут передаваться тоже на скорости 54 Мбит в секунду, но уже в 12 не перекрывающихся каналов, следовательно, теоретически максимальная пропускная способность, может быть, ну, объем по сети, да, будет составлять 12 умножить на 54, это 648. 20? Да. А. Ну, если старая. Да. Ну, технология А у нас максимальная скорость тоже 54 Мбит в секунду. Соответственно, за то, что, да, 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 соответственно, да. Ну, это теоретически, да, что мы можем поставить, нет, мы можем поставить на 5. То есть, да, там 12 каналов, они все не пересекаются? Да. А или АС? Да. А. А, так это же вообще-то, да? Ну, да. У нас количество не перекрывающихся каналов, да, например, 802.1.B и 802.1.G всего по 3 канала, да, а 802.1.A, так как она использует уже 5 ГГц, а 12 не перекрывающихся каналов. Соответственно, уже общая пропускает способность сети вырастает. А, так. Соответственно, да, доступ к среде беспроводной сети – это уровень 2. Ну, как мы помним, в Эзернете у нас в СМА-сети используется, да, а Wi-Fi у нас в СМА-сА. Соответственно, у нас есть, ну, с предотвращением ковиды, да. Соответственно, он что делает? Он минимизирует статистическую вероятность возникновения ковиды в сети, но не исключает ее совсем. Соответственно, у нас есть ключевые этапы работы, да, алгоритмы ЦСМА-сА. Ну, далее как попущено, чисто для понимания, да. Первый этап – прослушивание среды эфира, чтобы убедиться, что она не занята. То есть в данный момент нет ранее передачи на используемых устройственных частотах. Дальше – установка случайного времени и таймера ожидания, чтобы статистически уменьшить вероятность ситуации, в которой несколько устройств пытаются одновременно начать передачу данных. Третий этап – когда случайный интервал времени не стек, прослушать среду еще раз, чтобы убедиться, что она не занята. Если среда свободна, передать фрейм. Четвертый этап – после пересылки фрейма полностью дождаться подтверждения его получения. И пятый этап – если подтверждение не получено, можно повторно переслать фрейм использованием алгоритма тест-масси А. Если ожидание в течение соответствующего периода времени, то есть ожидание и в течение соответствующего периода времени перед передачей данных. Соответственно, вот так у нас происходит передача данных, да, тест-масса А. Внедрение сетей в Миланс. Здесь этап внедрения беспроводной сети. Первый раз, на самом деле, прочитал, как он рекомендует это делать. С обычным, что там, сразу настраивать все, и все нормально. Здесь прямо, вот, сейчас вам прочитаю, как они рекомендуют помнить. На первом этапе следует убедиться, что общая проводная сеть работает. Поверяю дешевле службы сети ИЛАН и наличие доступа от всех узлов к сети интернет. Настроить IP-шник маску от сети из Нодар, конечно же, в точке доступа. Настроить параметры беспроводной сети в точке доступа, в том числе идентификатор сети, это так называемое SIDS, да. Но пока не включаем параметры безопасности. Вот так, с исключением он был, да. Соответственно, устанавливаем актив беспроводной клиент, конфигулируем, тоже не настроим параметры безопасности. Пятым этапом мы убеждаем, что беспроводная сеть работает между клиентскими и устройственными точками доступа. Шестым этапом мы включаем параметры безопасности. И седьмым этапом мы убеждаем все о том, что сеть по-прежнему работает. После включения параметры безопасности. Так, по проверке работоспособности, да. Соответственно, что мы можем проверить? Во-первых, Ethernet-порт коммутатора, который мы подключаем к точку доступа, должен работать в режиме доступа, то есть access-порт сети, да. Он должен быть привязан к определенному делам. Соответственно, если у нас используется ESS-сеть, да, ну, эксцентры, да, расширенные, то есть, ну, когда используется несколько точек доступа, соответственно, они должны быть все в одном V-line. Ну, это, ну, логично. Все вот у нас три точки доступа, да, AP1, AP2, AP3, и все они подключены к разных коммутаторах, но при этом они находятся все во втором V-line. И у нас на коммутаторах сконфигурированы порты в режиме доступа, да, а между коммутаторами V-line трамп, трамповый порт с конфигурированным. Соответственно, дальше что мы можем еще проверить? Элиспособность, да. Мы можем проверить, ну, да, если у нас что-то не получается, да, мы можем компьютер восстановить тот же самый порт на коммутаторе, куда мы точку доступа пытаемся втыкать, и проверить уже то, что получает ли компьютер просто по D-CP, да, и уже по проводной сети получает вон свои настройки. Но если проверять, ну, получается, соответственно, это уже с точки доступа. Да, что-то не то. Соответственно, так как точка доступа работает у нас на втором уровне, да, модели оси, соответственно, ей не требуется API для выполнения своей работы, так же как к коммутатору, да, но это, ну, лучше нам назначать, да, AP-шники и точки доступа к коммутатору, соответственно, чтобы мы могли удаленно подключаться к ним и не конфигурировать их. Вот. Потому что, ну, по факту, мы можем посадить коммутатор, ну, как-то, это, там, политика циски, да, что мы можем посадить коммутатор, туда все воткнуть, все наши устройства, они друг другу увидят и будут работать, да, там, у них один виланс сконтегурируем, ну, такие самые базовые, простые параметры, там, да. То же самое с точки доступа. По идее считается, что мы точку доступа можем воткнуть в сеть, да, и все, и мы начинаем работать сразу. Там, вот, и сразу же DSTP и сервер, ну, особенно если мы, как-то, домашний, да, включаем, там, ну, DSTP включено, там, и все. Ну, и, по факту, там, с минимальными какими-то усилиями получаем уже рабочую сеть. Ну, вот. Есть и домашний элемент, и домашний элемент, и домашний элемент. Да, точка доступа здесь не раздается. То есть домашний, который, там, точка доступа, имартизатор, рекомендатор, которые все вместе, они, там, сконтегуированы так, что, ну, как там, максимально мало контигуляций сконтегурируется. Так, что у нас есть, так, а что у нас сейчас? А, мы вот эти вот этапы, то, что мы перечислили, да, этапы внедрения безпроводной сети, да? Первый этап мы посмотрели, проверка работоспособности, да, существующей проводной сети. Второй этап – это конфигурирование параметров безпроводной сети и точки доступа IP и IP. Да? Третий этап у нас – конфигурирование параметров безпроводной сети точки доступа. настройки наиболее часто используемые. Это стандарт и три планета. А, В, Ж или комбинирование. Это мы задаем. Номер использования канала. Либо мы указываем статический канал, когда вручную прописываем, либо мы можем поставить сигналочку, что автоматически нужно выбирать канал, в зависимости от ценности сети. Дальше мы задаем идентификатор сети, под названием SID, и уровень мощности излучаемого сигнала. Соответственно, в каждой сети нужно указать некоторое уникальное название, чтобы ее можно было идентифицировать. Соответственно, поскольку сеть с одной точкой доступа называется базовым набором, набором базовых служб Basic Service Set, BSS. А сеть состоящая из нескольких точек — это Extender Service Set, расширенная служба. Идентификатор решили назвать идентификатором набора служб Service Set Identified. Ну или просто идентификатор сети. SID представляет собой строку длиной не более 32 сегментов. Соответственно, при конфигурировании беспроводной сети DSS, где расширенный Extender Service Set, идентификатор сети у нас должен быть везде один и тот, чтобы внутри сети работал. Ну, тоже логично, собственно. Четвертый этап — установка и конфигурирование одного беспроводного клиента. Ну, здесь все совершенно понятно, да, что у нас на данный момент у нас по факту все беспроводные клиенты проходят сертификацию, да, по соответствию стандартам, да, и можно ожидать, что мы покупаем любую железяку, да, и она должна коннектироваться. Ну, вот разные даже производители, да, друг другу коннектироваться. Потому что по оценке даже специалистов компании Cisco, ну, какой там, на год написания этой книги, да, 95% беспроводных карт, они были сертифицированы, да, по, ну, на соответствии стандартам. Соответственно, в этом плане проблем не должно быть. Соответственно, проверка работоспособности сети вилан и с использованием клиентов. Ну, мы тут можем посмотреть, что находится или точка доступа в центре зоны, к которой относится клиент. Да, нет ли рядом с клиентом чего-нибудь большого и методического. Ну, нет ли, допустим, там, как-то помех, да, интерференции, там, микровоморки или еще чего-то такого, да. Вот. Еще тоже, да, интересный момент, что, например, можно проверить включенные ли у нас интерфейсы физически, да, то, что на многих ноутбуках, ну, наверное, тоже на такое напрякаешься, да, когда туда ровно подключаешься, Wi-Fi не работает, там, начинаешь программу насмотреть, да, а по факту он выключен просто кнопочкой на, ну, на самом. Ну, как бы тоже не стоит добывать вот такие. Да, да, да. Ну, вот. В общем, а… Не важно никак не вырубить, если он выключил. Ну, а так его выключил. На физический выключил там. Его программу никак уже он выключил нельзя. Так, я думаю, давайте сделаем сейчас перерыв, а дальше уже поговорим про установление связи, безопасность и, там, чуть-чуть, да, исследование, как-то, типа, да, исследование безопасности и точек доступа. Давайте десять минут сделаем. Чуть-чуть про безопасность, да, и про установление соединения, и про как вообще, когда мы подключаемся к нашим точкам доступа, да. Соответственно, самое простое, что можно придумать, да, для модификации – это просто спрашивать у клиента пароль, да, и подключением точки доступа. Соответственно, именно так… Секунду. О! И что там быстро? Соответственно, самое базовое, что можно придумать, это просто передавать пароль на сервер и проверять, например, ваш FTP как basic авторизацию по паролю. Соответственно, как будто это все дело. Но это совершенно небезопасно, потому что пароль передается в открытом виде. Мы просто видим authorization, даже если чуть-чуть закодируем, мы видим пароль в открытом виде фактически, сразу же его перехватываем на виду. Соответственно, дальше мысль шла, как мы можем передавать не обязательно каждый раз пароль передавать в открытом виде при подключении и при шифровании пароля. Мы можем придумать, как мы можем пароль передавать один раз, и дальше нам уже сервер возвращает ключ, так называемый сеансерый ключ, которым вот этим вот ключом шифруются все наши данные. Соответственно, это более безопасно. Но то же самое. Вот это вот называется freeway handshake, установление соединения, да? И если злоумышленный перехватывает, да, этот freeway handshake, он может получить и ключ, и пароль. Соответственно, дальше у нас были придуманы так называемый алгоритм Дейфи Халмана, который позволяет нам не передавать вообще пароль, да? В общем, давайте посмотрим видео про это дело. Очень хороший я нарыл. Пять минут. Здесь очень прекрасно осталось. Те, что два человека, которые никогда не встречались, могут исполнить удивительный труд. Элис и Бог могут обмениваться сообщениями по каналу, который прослушивался. Любое сообщение перехватывается и делает. Секрет состоит в выборе общего секретного ключа. И чтобы дема не получила его копию. Как это возможно? Для начала давайте посмотрим, как это делается на предметах цветов. Как Элис и Бог могут выбрать секретный цвет, чтобы дема не определила его? Твит основан на двух факторах. Во-первых, смешать по цвету, чтобы получить новый цвет очень легко. А во-вторых, имея смешанный цвет, очень сложно провернуть процесс и определить его составные части. Это основа для занка. Легкая в одну сторону, сложная в другую. Это вызывает односторонние функции. Решение выглядит следующим образом. Вначале они публично выбирают стартовые цвета. Например, белый и желтый. Потом Элис и Бог выбирают случайно личный цвет и смешивают его с публичными цветами, чтобы скрыть личный цвет. Теперь Элис оставляет свой личный цвет и присылает смесь Богу. Бог оставляет свой личный цвет и присылает свою смесь Элис. Теперь самое главное. Элис и Бог добавляют свои личные цвета в смесь своего собеседника и получают общий секретный цвет. Обратите внимание, что Ева не может получить этот цель, потому что ей нужен один из личных цветов. И в этом суть трюка. Чтобы сделать то же самое с числами, нам нужна численная процедура, которая будет простой в одну сторону и тяжелой в обратную. Это подводит нас к теме модульной арифметики или часовой арифметики. Например, чтобы найти 46 по модулю 12, мы возьмем веревку длиной 46 единиц. И обернем вокруг часов с 12 единицами, которую мы называем модулем. И ответ будет там, куда попадется конец веревки. Поэтому мы скажем 46 по модулю 12 и километр на 10. Легко. Чтобы это сработало, нам нужно простое число для модуля. Например, 17 вместо 12. Т нам нужен первообразный корень простой от 16, в нашем случае число 3. У него есть важное свойство. Если возводить его в разную степень по модую 17, ответы равномерно распределяются по всей отходности. Три называют генератором. Так что если возвести три в любую степень х, решение может быть любым числом от 1 до 16 с разной вероятностью. Обратная процедура очень сложна. Скажем, имея 12, нужно найти степень тройки. Это называют проблемой дискретного логерфмира. Это и есть наша односторонняя функция. Легкая в одну сторону, тяжелая в обратную. Имея 12, придется метод проб и ошибок искать нужные степень числа 3. Насколько это сложно? Ну, с маленькими числами это легко. Но если использовать для модулы простое число длиной сотни цифр, это становится по-настоящему сложным. Даже если бы у вас был доступ ко всей вычислительной мощности на земле, вычисление может занять тысячи лет или больше. Крепость от насторонней функции выражается в количестве времени, которое требуется для обратного решения. Вот как это работает. В начале Элис и Боб публично объявляют простой модуль регенерации, например, 17 и 3. Потом Элис выбирает случайное приватное число, скажем, 54, и вычисляет 3 в степени 54 по модуле 17 и посылает этот результат публично Бобу. Потом Боб выбирает свое приватное число, скажем, 24, и считает 3 в степени 24 по модуле 17 и посылает результат публично Элису. Теперь суть фокуса. Элис берет публичный результат Боба и возводит его в степень своего приватного числа. Получается 3 в степени 24 умножить на 54. И получает общий секретный ключ, единицу. Боб берет публичный результат Элис и возводит его в степень своего приватного числа, получая 3 в степени 54 на 24. Тот же самый общий ключ. Обратите внимание, что они произвели одинаковые начисления, только степени были в разных характерах. 24 умножить на 54, это то же самое, что 54 умножить на 24. Без одного из приватных ключей Ева не сможет дойти решение. Вот как это работает. Ева продолжает потеть над решением проблем диспешного логерфмирования, что достаточно большими числами будет продолжаться бесконечно. Соответственно, вот алгоритм Дифель-Халман у нас применяется для обмена сообщений. Сейчас мы поговорим про стандарты, какие у нас бывают Wi-Fi-сети и при механизме защиты. Например, никакой защиты Open Wi-Fi-сеть. Соответственно, всем понятно, что отсутствует защита, ничего хорошего. И что вас может прослушать любой человек, который находится в вашей сети? Ну, можно использовать, что здесь можно сделать? Например, использовать VPN, когда вы находитесь в такой сети, чтобы повысить безопасность. Либо хотя бы SSL, чтобы смотреть, что у вас все время TPS идет в этой проводной статье. А вот интересный вопрос. Не скажу. Да, он шифрует, но не знаю. Web — это вообще первый стандарт защиты Wi-Fi. Шифровывается, понятно, wired — это эквивалент привласти. Соответственно, что здесь у нас? Крайная короткая комбинация. Можно подобрать пароли. Web не ломается вообще на раз просто. Был придуман в 90-х годах. Сейчас уже устарел. Уже официально все сказали, что в 2004 году Итри Плори официально объявил Web устаревшим стандартом. Что не стоит его использовать. Но до сих пор некоторые убийцы ставят этот Web в себе. Но единственное, в чем Web — это… Почему еще Web иногда используется? Если у нас есть ATHOC, что между двумя компьютерами когда они не общаются, Соответственно, у нас используется Web, потому что Web 2 не поддерживается при ее отходе. Только Web. Ну и то это, наверное, не настолько существенно, потому что когда у нас сеть ATHOC мы строим, обычно же мы не используем постоянно связь на двух компьютерах. Соответственно, может быть, не настолько такая критичная проблема в этом плане. Да, да, да. Ну просто, видишь, получается, что мы же ее краткосрочно используем, поэтому, может быть, не настолько большое проблема. Если мы Web вышифруем нашу домашнюю сеть, когда постоянно переводим, это другое дело. А тут подконнектились, что-то передали, отключились. Дальше VPA, VPA 2. VPA отличается от VPA 2 только тем, что VPA — это стандарт, который был… это называют стандарт как бы черновой. VPA 2 — это стандарт, который уже официально был принят E3E. Соответственно, у нас VPA поддерживает различные алгоритмы шифрования передаваемых данных — это TKIP и CCMP. Соответственно, сейчас уже TKIP не рекомендуется использовать алгоритм, потому что он уже поддерживает слому. Ну официально уже объявили уже несколько… Ну как бы это официально известная уже уязвимость. А E3E дальше? Да, вот это вот CCMP — это как раз оно есть. Использует как раз алгоритм E3E. Также Михаэль Атака, которая… Использует… Соответственно, алгоритм E3E просто пытались дополнительно какую-то защиту внедрять, и придумали такую штуку, что если обнаруживается APA на подбор ключа, точка доступа у нас по факту отключается, зависает на 60 секунд. Соответственно, мы можем буквально там даже не досить ее, когда какие-то сети будет строиться, а буквально несколько пакетов ей послать, и соответственно, мы ее выводим просто из строя. Соответственно, так, еще интересный момент, то, что чем APA отличается от Web, тем, что APA шифрует данные каждого клиента. Соответственно, каждый клиент подключается к точке доступа, у него будет свой… Ну, мы дальше там поговорим, да, ключ доступа к сети, получается. И даже если мы каким-то образом сможем сломать, да, и перехватить трафик между одним клиентом, да, и точкой доступа, не факт, что мы сможем между старыми клиентами и точкой доступа. И плюс еще клиенты между друг другом тоже не видят в этой же сети, они не могут, ну, как-то… Перехват, ну, как бы, перехват это не могут слушать, как бы, да, но расшифровывать не могут, да, передавая мне данные. Соответственно, режимы начальной идентификации, да, у нас есть… То есть, ну, при подключении, как бы, клиента к точке доступа мы можем как? Мы можем проверять пароль просто на точке доступа, да, либо используем так называемый радиус-сервер, сервер, на котором хранятся у нас уже логины и пароль пользователей, да, которые, ну, используются обычно в интерфайс-сетях уже каких-то больших, да, и использование радиус-сервера, конечно же, повышает нашу безопасность просто в разы. Да, допустим, у нас есть какая-то точка доступа, там, да, ну, на всю компанию, там, да, и все знают ее пароль, да, уходит какой-то сотрудник, соответственно, чтобы нам оставаться дальше безопасными, чтобы он нам не напакостен, ничего, нам, соответственно, после ухода сотрудника надо сразу менять пароль, чтобы потом все сотрудники опять этот же пароль, ну, как-то заново себе поменяли, соответственно, ну, по-правильному вот так вот делать, да, соответственно, если у нас радиус используется, мы просто этот пользователь заблочили, да, ну, там, каждый пользователь подключается просто со своим паролем к точке доступа, и все. И уже точка доступа, получается, обращается, она не на себе проверяет, да, уже муницифицирует пользователя, да, а обращается к радиус-серверу. И радиус-сервер уже, как бы, говорит, да, это, типа, нормальный чувак, этого не отпускаем, этого не пускаем, и все. Соответственно, нам остается только на радиус-сервере просто заблочить пользователя, Очень удобно. В больших компаниях везде используется разница. А как это может быть? Ну, вообще, вот такая вот проблема существует с паролями на доступ всех пользователей к определенному сервису. Буквально недавно столкнулся с знакомой компанией. Компания занимается продажей, бронированием билетов и что-то типа того, что она заранее бронирует, как у нее делаешь броню, туристическая у нее фирма. И какую-то часть денег ей платишь, а она при этом бронирует заранее. Она полностью, получается. Уволили какого-то чувака, а у них доступ к системе бронирования был у всех одинаковый. У всех один пароль, короче, на всех. А чувака, видимо, уволили очень плохо. И потом, через пару дней выясняется, что кто-то непонятный на какой-то левый паспорт делал бы заказ на 200 тысяч на какой-то неизвестный, на какой-то остров, видимо, хотели отправить, что ли, или еще что-то. Соответственно, да, денег никто ничего не видел, и фирме нести ответственность, я уж не знаю, как они там отмазались… Не, а там было, там, видишь, там они на левый паспорт, как бы уже не найдешь, на кого они зарегистрировали, именно сделали, чтобы просто фирма понесла в бутылку, за счет того, чтобы уже билеты забронировали. Я не знаю, как они там договаривались, но это жесть, там, и в милицию привлекали, и все, а надо было просто всего лишь, как всегда, чтобы сервис поддерживал несколько паролей для каждого пользователя. Или просто нормально увольнять людей. Или нормально увольнять людей, да, в хороших отношениях оставаться. Ну, просто вообще, как бы, с паролями, это же такое дело, да, что если у вас один пароль, там, на всех, он же может утечь легко, там, а вы потом не поймете, там, да, и что, куда у вас пропало. Так, соответственно, а, у нас еще есть очень такая прикольная штучка, называется VPS QSS, ну, VPS или QSS, там, в этом, по-моему, ТП-ринк, так называют. Да, да, сервисфикация по кнопочке, это вообще пипец, это бред полный. Сделаны для домохозяек, обычно, там, роутеры, которые... Да, там, роутеры, которые поддерживают такую штуку, у них просто на донышке обычно пишут там снизначный код, да, в циферке. Соответственно, вы нажимаете на роутере эту кнопочку, VPS, и на компьютере вводите пин-код, как бы, да, и все, вы подключитесь. Даже потому, что у вас там, там, вот, пароль будет 20 символов, да, этот пин-код, в принципе, даже, в этом, он 8 символов. Вот, но еще дело в том, что они его сделали по проверку, как бы, ладно бы там 8 символов цифровых было, это еще куда не шло, да? У них один символ из 8, это просто контрольная сумма, его можно сразу сбрасывать. И плюс проверка происходит, очень забавно, у них проверка происходит по... не по 7 цифрам, а сначала 4 цифра, а потом еще 3. Вот, вот, это самое вот... Сейчас очень легко поэтому по VPS ломать точки доступа, да, чтобы получается... Да, 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 так вам надо... Нет, в том-то и прикол, что оно слушает постоянно, да, ты просто постоянно восстанавливаешь соединение с точкой доступа, и они... Ну, там, если сейчас, может быть, стали точки доступа более умные, да, они понимают, когда ты, ну, постоянно к ним коннектишься, да, они там прекращают. А большинство, конечно, сейчас еще таких же точек доступа, и получается, ты просто... Сколько там, 4 цифры первых мы перебором перебираем, да, если мы неправильные первые 4 цифры указываем, он нам отправляет... Нам даже не надо еще дальше цифры указывать, да, ну, перебирать какие-то... Если неправильные, он нам направляет какой-то, этот... Пакет шдет, что, типа, неправильно, да. Если первые 4 цифры правильные, он шдет нам сразу ответ, что, типа, 4 цифры правильные. А дальше мы еще 3 цифры подбираем. Да, 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 и получается, что, как бы, логично, что... Как там у нас метр перебора? То есть, у нас если 7 цифр, да, это 10 в седьмой. Как бы 10 в седьмой, это не равно, что 10 в четвертый плюс 10 в третьей, как бы, это даже близко не равно. Пароль, если полностью делать перебор, там, вот чувак, кстати, писал, что, говорит, это буквально... А, ну, он говорит, полный перебор, это 3-15 часов. И, соответственно, вы получаете даже не просто... Не просто подключаетесь с точки доступа, да, вы видите даже пароль. Как бы... Есть такая сортима, называется READ. Вот. Можем нахарик поискать по этому слову, и там есть даже целая большая статья, как чего ломать. Соответственно, вам всего лишь остается что, вам надо посмотреть сети, которые вокруг вас... Вот. Ну, сначала, соответственно, вам надо какой-нибудь либо на свой Linux, либо на какой-то Backtrack или... такой Calibri... Как он сейчас? Как он сейчас Calibri называется, да? Вот. Какой-нибудь Calibri Linux. Плюс вам надо поддерживаемый адаптер, да, чтобы он мог переходить. У нас же у адаптеров есть несколько режимов работы, да? Что он может работать так, где-то было нарисовано, как всегда. Да, вот Calibri Linux. Режим работы... Адаптер, да, он может работать как клиент. Вот. Он слышит только вот именно то, что ему передается. Эти он не слышит. Там сеть B и сеть A. Ну, своих соседей он тоже не слушает. Он просто отбрасывает, как бы, да, эти пакеты, которые не ему предназначены. Он может работать как... Промиссионс режим, так называемый, когда он слушает этих... То, что в его сети находится, да? Он получает пакеты свои и соседу, которые предназначены, да? Есть монитор Mod, так называемый, да? Режим работы монитор, который... Он обрабатывает все пакеты, до которых он может дотянуться. Соответственно, надо просто всего лишь иметь такой адаптер, да, вай-файный, который можно перевести монитор Mod, чтобы поддерживать у нас браузеры. Ну, нашим драйвером. Вот. И все. И мы слушаем все пакеты. Соответственно, дальше мы как делаем? Просто слушаем все пакеты, определяем точки доступа, кодировая, поддерживая QS, S, T, T, VPS. То же самое это определяется. Там есть адреса. Запускается адреса, он вам сканирует макатреса, да? И говорит, что эта точка поддерживает, она не поддерживает. Все. Дальше вы запускаете адреса, и ривер называется, да? И указываете им адрес, у которой у вас, как бы, в списке была поддержка VPS. И он сразу пошел, фигачите перебором вашим компьютером, перебирая вам эту дорогу. Ну, тут, конечно, тоже еще зависит скорость перебора от компьютера, от точки доступа, от защемленности каналов. Например, у меня есть совсем далеко такая точка доступа была. Соответственно, у меня были сообщения о том, что как-то... В общем, он говорил, что... Одно и то же код доступа, да, ему приходилось несколько раз пересылать, потому что далеко было. Ну, соответственно, у меня где-то 30 часов плановился примерно. Ну, да. Ну, при том, что он просто... Даже если я просто к нему потом подключался, как бы, да, соединение было очень такое нестабильное и разрывалось. Ну, и то вот я... Сколько? На три или четыре точки доступа вот я смог поймать такие вот, которые включен QSS. Ну, надо заценить простые, значит, да. Ну, да. Соответственно, вот такая вот, да, уязвимость, которая... И тут в том-то прикол, что вы хоть какой пароль используете, да, там, умолите, там, хоть 20 символов, там, или какой, да, а QSS у вас включен, и все, и пипец. Ну, дальше идем, значит, да. Скрытие СИД. Есть такая технология, но вот очень многие рекомендуют типа, сразу включать скрытие СИД. Ну, СИД – это что? Это идентификатор сети нашей, да, юни-сети. Конечно, многие в Wi-Fi-точке позволяют поставить галочку, что типа, ну, скрываем СИД. Ну, и что получается? Он просто при скрытии СИД либо он при... Ну, как бы, как у нас? Точка доступа поведет СИД. Если СИД у нас открыт, да, она постоянно рассылает мячки, там, сколько-то, 10 раз в секунду или 40 секунд, да, да, насылает эти мячки. Вот. А если мы СИД скрываем, либо она вообще перестает мячки слать, либо шлет мячок с кустым, да, СИДом, не указываем. А, соответственно, уже не особо помогает, на самом деле. Так. Ну, если СИД не принесло? Ну, на самом деле, я не особо люблю такими штуками заниматься, так что это интереса. Очень прикольно есть на телефон, например, Тулза. Тоже научили, например, в открытой скоба. У меня на экране высвечивается логин, пароль. Кипец вообще. В этом ВКонтакте, он хотя бы не передает в открытом виде, если даже, ну, не защищенное сидение. Там, он, можно, что там, он что-то перехватывает, это, как вот, токен подключения, или как это правильно называется, да, что ты, получается, ты можешь зайти под ним, как-то ты в его контакт заходишь, но ты его не знаешь, а в один пароль все равно не знаешь. Ну, да, видимо, да, в кукоме. Не, ну, там же, как он там, токен соединений, или как он там, фигня, который устанавливается при соединении контакта. Вот. И там много, на самом деле, таких штук. Есть активные... Мы же еще раз на займах пробежали. Де-эс-плоид. Маркетинент, конечно. Нет. Еще. Де-эс-плоид. Да. Де-эс-плоид. Потом есть прикольные сортины, тоже на хавле была статья, Это статья, которые позволяют, ну как же как у нас принципиальная уязвимость Wi-Fi, ну или неуязвимость, а фишка так, да, что если у тебя сохранён логинный пароль, да, или если бы ты просто подключался к открытой Wi-Fi, да, у тебя где-то логин этого, ну, син этого Wi-Fi сохранён, у тебя Wi-Fi включен, и ты попадаешь в сеть с таким же сином, ты автоматизируешь к нему коннекцию. Соответственно, уже придумали софт, который ты просто идёшь ноутбуком, там, или где-то в кафе, или где-то по улице, да, и вот этот вот софт раздаёт все вот эти вот, все возможные варианты вот этих сидов, да, либо которые всегда статически, либо он даже умеет слушать устройство же тоже для быстроты установления соединения, устройство само раздаёт это, так вот, и ком, ну, в общем, подключаться пытается к устройствам, да, к Wi-Fi, соответственно, клиентское устройство время от времени раздаёт вот эти вот запросы на подключение, в запросе на подключение у нас указан Wi-Fi на этот сеть, да, наш софт перехватывает это запрос на подключение и говорит, о, это же я, это же вот этот сеть, который ты просишь, это я, качка, наиксись ко мне, и всё. А если, соответственно, он к вам подключается соединение, ну, вы ещё, там, можете, там, вот, поднять интернет, да, что, чтобы он, там, головидимый, что он, там, что-то открывает странички, ну, что он ходит, да, через вас. Соответственно, если он ходит через вас, у него соединение не зашифровано, вы просто всё снифаете, соответственно, пароль в открытом виде, в сеть, да, всё-всё-всё-всё перехватываете спокойно и всё, ломается тоже так на раз, да. Да, ну, вообще красота. Это открытая информация, на Хабре есть, там, целая куча статей, правда, даже на Хабре. Нет, я же вас предупреждал, что это только, это, я же не учу никого ничего ломать, это так, для тестирования, там, своей домашней сети, чтобы вы понимали, какие у вас должны быть, да, что. Вот, вконтакте, да, вконтакте используется защищённое сиденье, если вы в открытом Wi-Fi, да, используетесь, пользуетесь VPN, или хотя бы, что-то VPN, чтобы вас был всегда включен, да, если вы в открытом Wi-Fi, не вводите пароли, там, да, не подключайтесь, там, какие-то клиент-банки, там, ещё какую-то фигню, да, не надо этого делать. Пожалуйста, не отдавайте свои пароли в чужую. Хорошего этого ничего не будет. Значит, ну, это я уже вам сказал, да, что вы решили. Если всё это слушается, фильтрация по МАКу, да, и вон, да, полная. Соответственно, вот механизм работы, да, картиночка вот этого слома нашего ВПС, да. Соответственно, как у нас происходит. Если у нас первые четыре цифры и ещё четыре цифры, да, соответственно, если первые четыре цифры правильные, то у нас вот этот вот знак после вот этих вот М6. А если четыре цифры последние, то после М4. Я не знаю, что это М4. В общем, короче, у нас получается так, что он, ну, как я вам вначале рассказал, да, что после первых четырёх цифр, если мы неправильно, да, подобрали, он нам шлёт ОК, что типа четыре цифра правильные. Дальше, независимо от первых четырёх цифр, мы можем вообще совершенно другие четыре цифры указывать. Мы дальше ещё четыре цифра, да, указываем. Если мы вторые четыре цифра тоже правильные, он тоже шлёт нам ОК. Независимо, да, соответственно, у нас как бы, это стойкость падает просто в разы сработали. Вот такой вот значок. Wi-Fi протягивается так, да. Да, и сразу же, если вы видите там какой-то QSS, WPS у себя, да, сразу включайте, и заебол, и всё. Так, дальше что у нас? Про установление. А здесь такие смешные. ПМК, ПТК, и РПК, включаем, настосалось. Про установление соединений, да, что мы не хотим передавать пароль в открытом виде, да, между нами и нашей точкой доступа, да. Соответственно, мы можем что делать? Мы можем с помощью нашего пароля, например, мы можем шифровать. Мы же, ну как, точка доступа знает пароль, мы знаем пароль, да. С помощью этого пароля зашифровали и всё передали. Хотя в чём? Хотя в том, что как бы человек, даже 20 символов, если он запомнит пароль, да, как бы, всё равно это мало. Перебором это всё отделяется. Хотя сейчас, как там, Стэнспортский университет, да, вот, недавно, где у меня была картинка такая хорошая, про пароль он сказал, что говорит, если у вас пароль меньше 8 символов, да, меньше 8 символов мы вообще не используем пароль, да. 8-11 символов, соответственно, мы должны использовать и большие и маленькие буквы, цифры и знаки. Если 12-15 символов, мы используем только большие и маленькие буквы и знаки. 16-19 символов большие и маленькие буквы, а если больше 20 символов, да, то вообще всё что угодно. То есть это ещё раз указывает на то, что нам просто надо длинный пароль. Мы можем, если мы сделаем больше 20 символов пароль, как бы, да, даже при том, что он будет весь маленьким буквам использовать, да, его всё равно за обозримое время его хрен сломаешь. А, у меня где-то картинка была, сейчас, подождите, я, может, найду тоже в тему загрузок, наверное, где-то. Ну, вот он у неё спросил, да, почему такой пароль использует, что длинники и маленькие будут буквы, да, и она ему ответила, что они же сказали мне, используя 4 характера, можно же перести, да, как 4 символа и 4 геро-персонажа, да. Соответственно, вот. Вот это вот максимально стоит пароль, сколько это, да. Ещё и большие и маленькие. Вот это правильно, пароль? Да, 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 прикол в том, что, вот ещё, да, как там, как мы их не переходим, что если мы статически, даже если мы сделаем большие пароли, да, и начнём с этим паролем просто шахровать наши данные, да, всё равно дело в том, что если всё это статически, то наш противник, да, или сломщик, он может подготовить заранее, да, вот это вот, то, что мы шифруем, да, словари или rainbow таблицы, так называемые, да, это вот уже готовые значения, как бы, да, и вот эти вот зашифрованные, то, что мы зашифровали, да, он будет с этим сравнивать, соответственно, если где-то совпадёт, он уже будет знать, что вот этот логин пароль, да, вот это вот rainbow таблицы, которые, ну, по совпадению, да, ищут, ему не надо, просто ему не надо будет каждый раз рассчитывать там, да, логин пароль, это просто таблица, которая уже в этом всё это же рассчитана уже. Также, соответственно, рекомендуется SEAT менять точек доступа, да, не использовать по умолчанию такие SEAT, потому что SEAT у нас используется, я дальше вам покажу, также в генерации вот этих вот наших, как их, ключей, да, А, да, 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 у нас есть ключи ПМК и ПТК, соответственно, ну, в которых в генерации у нас используется SEAT наш, да, соответственно, если SEAT не стандартный, это более делает, как бы, более хорошо, более защищённая наша сеть. Ещё очень мне понравилось, какое-то время я был подключен к сети, домрук, это был ужас. Они мне сделали Wi-Fi, ну, конечно, это не ясно, это как бы ты, это всё, это всё, это всё не я, это, короче, все мелкие делали, вот, они подключают, ну, не как сделали, сделали Wi-Fi, обозвали вот там что-то домрук. Wi-Fi, тирать какие-то цифры, там что-то четыре цифры, ну, у меня у соседей много у кого такая, у меня, да, четыре цифры, только прикол в том, то, что вот эти же четыре цифры, вот что, у меня больше всего возметило, там у него что-то пароль, семь символов. Первые четыре символа пароля, это уже вот эти же четыре символа. Капец вообще. Да, что это? Нормально? Вот обидно было, да, что я вот, как-то, я не запомнил, там, по-моему, первые были или последние четыре символа, но как бы факт, кстати, да, то, что кусок из названия вот этого вот нашего СИДа, они использовали в пароле, и у нас оставалось всего несколько символов, которые, там, ну, можно перебрать, то, что легко подключить. Меня это, конечно, очень сильно васмутило, вот, но это вот случилось. Так еще они и доступ за очередь к этому, к Wi-Fi роутеру, сказали, что, ну, раз это мы как бы вам делали, соответственно, вы ничего не можете применять. Короче. Смотрите, это, наверное, на продукт, появлялся, в периодах, вот, уже не касательно. Да, ну, у нас же просит забить настройки с каратом. Настройки же они на бумаге все равно дают, ну, смысл? Нет. Не дают настройки? Нет. Они сами теперь все делают? Типа, ты приходишь и пользуешься, все, ну, как бы, специально, чтобы не очень классно. Или прикольно тоже было в Москве какие-то провайдеры. Да, настройки устанавливаются. А? Нет, нет, только пароль. Нет, ну, то есть, надо воспользоваться, как бы, этот, пароль-то роутер. Свой же, самый, свой же, да, роутер-план будет. Нет, какая-то, причем не понравилась компания в Москве, ставила морфизаторы, у которых был по умолшению открыт еще один сит. Ну, там у нас есть морфизаторы, или вообще, ну, Wi-Fi-точки, да, так называемые мультисидовые, да, которые поддерживают, ну, несколько ситов. Соответственно, несколько сетей, и несколько сетей мы можем сделать с различной безопасностью, да, с различной авторизацией, например. Да, мы можем, ну, вот в компании как используется, например, одна сеть чисто для компании авторизации по радиусу, да, вот чисто для сотрудников. Гостевая, да, она же на тех же самых точках доступа, да, просто поддерживается из коробки. Гостевая просто с паролем, да, ну, или даже можно там открытую сделать, ну, как угодно, душе. Ну, соответственно, там какая-то компания в Москве по умолчанию ставила вот эти вот морфизаторы, у нее одна сеть была ситом закрытая, нормальная, как бы, да, что они настраивали, а вторая сеть была просто открытая, просто для всех. Ну, как бы, я вообще-то не понял. Ну, и там, по-моему, еще так получалось, что они были вообще как-то в одной сети, потому что ты подключаешься, и там вообще-то очень все было плотно, на самом деле. Так, дальше идем про... Вообще, как у нас соединение-то, да, происходит? Про... Мы уже сказали, да, что нельзя чем-то таким, как-то статически, да, шифровать, потому что рейнгом таблицы. Соответственно, нам нужна соль. Какие-то данные, которые, ну, да, не статические, да, которые генерятся. Соответственно, как у нас происходит вообще все это в стандарте ВПА-отключение? У нас есть человек, точка доступа, да, соответственно, у нас есть пароль, сип. Первым делом у нас идет в пароле сип. У нас есть так называемый, что-то такое, BKF. Так называемый BKF-алгоритм. Ну, это, в общем, алгоритм, да, который похож на ша-один, прогоняется ты 4000 раз. Да, и здесь мы получаем ключ, так называемый BNK. Prim, как он? Firewise Master Key. Главный парный ключ. Вот. Это статическая фигня. Нам, таким, тоже еще нельзя ничего подписывать, да, и шифровать, потому что это просто статическая. Да, то же самое, если мы просто обычный пароль. Мы хочем длиннее, да, но все равно. Дальше идем. По-моему, да. Дальше. Надо добавить какую-то соль, да, какие-то случайные данные. Соответственно, мы добавляем, используя тот же самый алгоритм, BKF, BKF, да. Но сюда мы уже, во-первых, наш ключ, ТМК, да, передаем на вход. Также MAC address клиента, MAC address точки доступа. И какие-то рандомные значения. Точка доступа делает ADNONS, рандомный, да. Клиент делает ADNONS. Соответственно, на вход мы получаем 5 значений. То же самое происходит. И получаем ключ PTK, так называемый. Это Firewise Transistant Key. Кратковременный парный ключ. Вот. Соответственно, мы получили этот ключ. Дальше. Прикол уже в чем еще может быть, да. Потому что даже если мы зашифровали, да, мы не застрахованы от подмены сообщений. Соответственно, да, мы должны как-то проверять контрольную сумму наших сообщений, да. Соответственно, что мы можем делать. Мы можем там какой-нибудь алгоритм уща, ну, то же самое, ша 912, да, или там CRC это считать то же самое. Ну, вот как примерчики, да. Вот наш, например, 1, 2, 3, 4, 5. Мы получаем его контрольную сумму и просто добавляем его на выход при передаче данных, да. Соответственно, мы сначала получаем наши данные, потом еще раз прогоняем этот алгоритм, сравниваем. Если типа все хорошо, значит, ну, как бы если совпадает, да, наши данные с этим алгоритмом, значит, все окей. Но прикол в чем? Потому что алгоритм этот известен. Если злоумышленник получит наш этот пакет, он его распакует, получит, ну, несет какие-то правки. И так же сделает, опять же, если мы же алгоритм, да, посчитает контрольную сумму, и мы отправим. То точка доступа его воспримет нормально, потому что контрольная сумма досовпадет. Логично. Соответственно, нам надо придумать, нам нельзя шифровать алгоритм, который, ну, как-то общеизвестный. Нельзя использовать в этих целях. Соответственно, мы что придумываем? Мы, опять же, используем ключ ПТК. Мы его используем и для шифрования наших сообщений, да, и для расчета контрольной суммы. Соответственно, два раза мы его используем. И так как он неизвестен, да, ну, злоумышленнику, да, соответственно, и контрольную сумму он не может подделывать. Соответственно, при такой схеме у нас получается, что мы вообще передаем просто по опасным каналам, да, мы передаем всего лишь несколько значений. это SID, ну, SID, понятно, да, там, макадрис-точки, макадрис-приетта, S-nones, да, и вот этот вот MIG, MIG это, как его? Ну, это уже вот сообщение, да, с повышенным хэшем. Ну, это вот MIG. Соответственно, MIG, то, что мы его передаем, ничего страшного, наоборот, что он уже все зашифрован, и он уже с хэшем, да, что нам вообще кофе. Единственное, что это вот может быть то, что SID у нас перед, макадриса там, не зашифрован. Соответственно, ничего страшного не происходит. Соответственно, чтобы все это сломать, да, сломщику необходимо пройти вот по этой вот, по схеме подключения то же самое, только в обратном порядке, да, соответственно, у нас сначала хэш, потом получить ключ в ПТК, потом получить ключ в ПМК, а потом уже получить пароль. Так вот, да, и то же самое, когда мы расшифровываем это дело все, да, ну, и так же, просто мы же знаем, это наш пароль, да, и все это дело мы расшифровываем нашим паролем и получаем, ну, расшифровываем наш сообщение. А так как, со altre мышление не знает, ему надо вот такую вот цепочку как бы, вот эти вот шифрования, да, сломать. Соответственно, это получается как раз вот в одну сторону он быстро расшифровывается, да, что с применением нашего пароля, в обратную сторону, то что благодаря этим алгоритмам, он расшифровывается очень долго. Соответственно, как бы, если наша точка защищена хорошо, Просто самому мышленнику ничего остается, он просто пойдет и ломается, который меньше защищает этот результат. На самом деле так и есть, потому что основной же принцип в защите и нападении то, что ценность вашей информации должна быть выше, чем ценность того, как вас ломать. Ценность ресурсов задрачивается на слом вас. Если никто не будет ломать вашу домашнюю сеть, если она защищена бы ПА-2 не с кипом, а с ЦМП, с большим паролем и еще что-то, нафига. Если у вас в домашней сети ничего нет, а только вашим интернетом пойдут попользоваться, пойдут сломать вашего соседа, у которого ВПС включен. В ВПС обязательства какое-то шифрование? Как 8 титров, все, какое там шифрование? 8 титров, все, то же самое. И то же самое, если вы что-то шифруете, какие-то свои данные, какими-то супер-шифрованием супер-контейнеры у вас, то же самое TrueCrypt, как доставить, он уже позволяет выбрать разной степени шифрования. Самый минимальный – это AES, а потом дальше идут уже связки с этим алгоритмом. Соответственно, нафига вам делать какую-то связку из трех алгоритмов, если у вас там ходит заняться, ставьте себе AES, ну ладно, если вы хотите просто защитить свой глотлух от кражи, чтобы какие-то ваши личные пароли, еще что-то не пропало. AES – а вот. Тем более AES сейчас поддерживается в большинстве процессоров современных на обратном уровне, но считается просто в лёд. TrueCrypt вносит шифрование, TrueCrypt буквально 10% потерь. Ну, за счет того, что скорее больше это дисковые операции. В этот FileBall на багов используется, там еще меньше. Там буквально что-то 35% теряется. У них там какие-то вообще картунские алгоритмы. Соответственно, вот. Конечно, здесь дальше вы, наверное, почитаете, как это можно попробовать ломать. Тут утилиты, AeroKrakenji, там, да, еще что-то. Целая куча мануалов есть уже в сети. Не, я скинул, почему? Это открытая информация. Потестируйте свои домашние сети. И вообще, если вы хотите сразу самое главное, да, что сказать, это просто защищенный Wi-Fi, да, используйте WPA2, PSK, CSMP. Ну, для домашних сетей. Да, они используют такие. Тепломает уже все. Да. А еще лучше радиус, значит. Ну, радиус. Да. Дома радиус. Дома сделайте радиус. Поставьте себе сила. Каждому члену семьи там свой пароль. Да, да, да. Максимальная безопасность. Слушай вообще по кабелям. Ну, в кабелях тоже прикольно. Да, да, да. Кабельши тоже можно слушать. Да, да, да. Кабельши. Послушаем, подключились, все. Тогда используйте WPA2. Постоянный. Пустите какой-нибудь этот. А потом еще из WPA2. Пустите какой-нибудь этот. Да. Не, АТО сейчас же WPA2 растет. Нормально. Как что вы сказали, буквально за последние... Последние, я посмотрел статистику, там, буквально за последние месяцы, потому что, видимо, у нас уже источают. Там в два раза больше, если пользоваться WPA2. Пипец. Количество. Нормально. Да. Кабельши, даже... Кабельши, внук, да. Ну, видимо, это как-то не особо. Кабельши, внук, да. Мы видим, это не особо. Кабельник кого-то, как вы думаете, власти США. Кабельник? Торк. Кабельник Маклубки, да. 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 Но плюс, они уже, эти власти США тоже там, у нас статья тоже. Ну и что, они прослушивают, во-первых, просто даже заходы на сайт, тоже там, да, скачки этих, там же право, и плюс скачки этого, защищенный, да, защищенный дистрибутив, там же есть, Тайл, Тайл, который снова кто-то использовал, как это так, не помню. Ну, в общем, вот этот защищенный дистрибутив, все, если ты скачал, если ты там куда-то на торги какие-то ходишь, все, у тебя сразу, да, это уже, значит, уже тебе повышенный уровень, там, внимания к себе. Нет, была статья на Хаббле, там, семья искала, что-то каждый по частям искал, вместе можно бомбить, да, приехали, там мы, да, каждый искал по отдельности своей, да, вот это неловко, конечно, я не в США, скоро у нас такая же приедет, больше, да, больше, у нас только общать отдельные русские партнеры, да, да, кстати, приедет заход по сервакам, по сразительным, да, ну, да, что-то, что-то, мне кажется, Керзе будет все будет пострелиться. В общем, мы используем такой, надо в межсети строить. Ну, кстати, не в межсети, а не в межсети, а не в межсети, аппарат, например. Ну, по-моему, ну, на самом деле, я не знаю, на сколько сейчас это распространено, там такой софт, на планете, реально ли вообще это все построить? Не, я читал, там чувак даже вроде как пытался это что-то делать, но не особо успешно. Есть, знаете, вон эти, по-моему, где там проект, пингуешь себя, говоришь, хочу межсети, да, парень, кто хочет межсети, да. Да, да, да. Это даже есть софт, который ставится на маршрутизатор, просто ставишь эту прошивку, да, и которые уже расстроили у тебя, да, это межсети. Там единственное, я помню, что был косяк какой-то с ДНСом. Правда, я давно это что-то год назад читал, да, статью. И в последний раз я когда читал, они говорят, что там что-то не все разогнулось. Там же есть несколько проектов, да, по развитию этих вот межсетей, вот. И что-то все как-то не очень действует. Мне кажется, просто если действительно вот, в какое крайнее положение тогда мы сделаем, если право. Какая фигура, почему-то, да. Как раньше людей скеток носили, так же будем дальше. Не, у межсетей есть, как бы, с одной стороны плюс, правильно, то, что сейчас Wi-Fi везде есть, как в городе, в каждом доме там, ну, блин, главный минус в том, что вот на больших расстояниях как будет теперь давать? Мосты легко динфицируются, конечно. И Wi-Fi тоже самое, если вы как-то сильно захотел бороться, правильно, они скажут, ну, нельзя поехать, все, поетесь, вот дома там, да, если на улице ловится ваш Wi-Fi, все, он сейчас привел к вам следить. Главное все сломать, а пустоте строим там, что угодно, да, как это будет. Да, 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 да. Сломаем, а там лучше будет, да. Как-то не особо, да, да. У них, значит, неправильно ломали. Как-то дожурок надо. Она, я думаю, знает, обязанности все ломать. В общем, вот он, да, у меня все. Чего? Тебе, все ломать? Рассказывай. Рассказывай. Рассказывай, вы сказали, что ломать, да? Вот трибуну там, это, или, а кепку, вот, взяли. А что, на фонте здесь есть? Да там уже на улице вас карауляют, да? Да, да, давайте, на связи с этим меня. Да, давай, давай. Слышь, стой. А, да, к чему там вас не наладилось, что-то? Ну, да. Да, да, ну накатывается поize! Какая-то накатывается поюпало. Ну, чёрт. Да, он носок закрыт до основания. Откроется это открыто? Какая-то фигня, да. Он что-то не написал. Он что-то не написал. Открыто закрыто? Открыто закрыто? ... ... ... ... ... ... ... Силы это же статарты? Нет, это полное постановление. Ну, это тоже было. Еще 200 секунд не было. Мы еще говорим, что один? А, мы уже видим, что один. Илья, ты тут отвалился. Ладно, не выручай еще. Пошли. Небегой надо ждать, посидеть. Еще полчаса. Классно. Идем ловаться все. 30 часов мы стоим. Идем ловаться все. Идем ловаться все.